Всем привет, друзья! Как и обещал, черри тига 8. Хоп, смотрите, открылась, да? Это очень плохо. Надо дойти. Что-то я нажал. Короче, закроем и сейчас попробуем автозапуск запустить. Так, автомобиль запустился. Время прогрева также получается 10 минут, как и на черри тига 7 pro. В видео будет ссылочка внизу видео, либо будет подсказка, либо в конце видео вставлю. Значит, смотрите, какая подсветочка на черри тига 8. На черри тига 7 pro такой нет. Автомобиль запустился, и сейчас я постараюсь попасть внутрь и показать, что там все-таки включается, то есть климат-контроль. Вентилятор-отопитель. Какие положения включаются заслонки. В общем, куда дует воздух. Сейчас это все дело я вам покажу. Итак, я тут внутри автомобиля. Подогрев сидений, конечно же, не включается. Надо будет включить подогрев, чтобы не замерзло одно место. Смотрите, значит, включается режим авто. Далее включается 22 градуса. Кондиционер при минусовой температуре здесь не включается. Он там до минус 5 включается, кондиционер. А если ниже температура будет, то он не включается. Обдув включается лобового стекла. Вентилятор работает на минимальном режиме. Так что вот такие вот функции включаются при дистанционном запуске на черри тига 8. Так, двигатель запустился. Идет нагрев двигателя. Как только, значит, нагрев двигателя будет завершен, на приборной панели высветится прогрев двигателя завершен, будет зеленая галочка и можно ехать. Вопрос просили ответить, что происходит внутри автомобиля черри тига 8, когда автомобиль запускается с дистанционного запуска. С дистанционного запуска нельзя будет, если, допустим, вы сели в автомобиль, нельзя будет включить мультимедиа. Только после того, как вы активируете режим, то есть, наоборот, уберете режим дистанционного запуска при нажатии на педаль тормоза, то есть, автомобиль должен вас проинформировать о выходе с дистанционного режима. То есть, нажимаем на педаль. Режим дистанционного запуска убирается, и автомобиль распознает, что сняли, то есть, разблокировали дистанционный запуск, и включается автоматически мультимедиа. Режим остается после того, как вы отключили режим дистанционного запуска, нажав на педаль тормоза, температура остается... Ну, все функции остаются включенными теми же самыми, которые были включены при автозапуске. То есть, их здесь можно будет включить так, как вам необходимо. То есть, запустим, температуру прибавить. Так как у нас за бортом минус 14, минус 14, соответственно, нужно, чтобы потеплее было. Ну, подогрев, понятно. Подогрев руля можно включить. Ну, еще раз повторюсь, то есть, компания Starline, которая представляет сигнализации последнего поколения, 96-е, предлагает дополнительную функцию, то есть, задействуют дополнительные каналы сигнализации, и можно настроить будет включение подогрева сидений, обогрева лобового стекла, и даже, по-моему, возможно, будет там, две или три функции надо будет точно уточнять, уточнять у представителей компании Starline подогрев руля. То есть, можно будет интегрировать все это дело через коншину каким-то образом. В общем, эту информацию нужно будет изучить. Если нужна такая информация, обязательно схожу к представителям Starline в своем городе, и уточню данную информацию. До подогрева лобового стекла и сколько подогрев работает, есть также видео на моем канале по поводу работы в мультимедии. Также есть видео на моем канале. Просили видео заснять поближе, что я там, какие кнопки нажимаю, значит, работая в мультимедии, то есть, проводя какие-то эксперименты, то есть, изучая какие-то функции, то есть, видео обязательно будет, то есть, на TIGA 7 PRO я уже снял поближе видео, то есть, какие функции, что там можно сделать с мультимедиа, что изучить. Обязательно все будет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем добра, ребята, и пока. Делаем пользу, случаем, да, помним, на Cherry TIGA 7 у нас прошивка, прошивка, можем посмотреть, кстати говоря, прошивку здесь, на Cherry TIGA 8. Так, мы отсюда выйдем. Так, настройки, настройки системы, информация о версии, здесь 1.01, здесь, наверное, проблемных их нет, с отключением передних динамиков, поэтому здесь эта версия прокатывает. Насчет того, что можно ли сюда залить в версию 1.1.1, но это надо будет уточнить. Также, если интересно, этот вопрос, хотя, я думаю, она и не нужна здесь. Здесь так, в принципе, все работает отлично.